Привет! Я думаю, у многих из вас на кухне есть диванчик и возникает такая проблема, что со временем, особенно его горизонтальная поверхность, загрязняется. Мы ходим по нему руками, ногами, сидим, поверхность становится такая склизкая и нужно со временем объемку чистить. Это, конечно, дешевле будет, чем покупать новый кухонный уголок или диван. И также это будет гигиенично. Давайте посмотрим на эти загрязнения покрупнее. Это у нас для баланса белого. Так, смотрим. Вот они. Вот всю эту грязь мы будем пытаться сегодня отмыть с помощью этого неустойчивого средства для очистки ковров и обивок. В конце видео вы видите скриншоты, фотографии подробные данного средства. Узнаете, что там сзади написано в упаковке. Но мы будем сейчас пытаться с помощью него отмывать эту довольно грязную поверхность. Для сравнения, чистая поверхность выглядит более коричневого цвета. Но вот здесь тоже пятна есть. Итак, приступаем. Для удобства мы поднимем эту штуку и открутим четыре болта. И отнесу я его в ванную и буду мыть там. Вот так вот выглядит эта обивка. Элемент дивана в банне, которая была отмыта средством для очистки ванной от Фаберлик. Средством, точнее, для ванных комнат от Фаберлик. Отдельный отзыв об этом средстве есть на моем канале. Один колпачок средства разводим в литре воды и взбиваем пену. Вот взбил пену, вылил ее на этот элемент. И теперь буду вот такой вот щеточкой чистить. Все, пена сошла. Сейчас я немножко не по инструкции буду смывать все это водой. Вот, обратите внимание, какая грязная будет вода. Естественно, это не только грязь, но и немножко часть обивки сходит при такой интенсивной чистке. При этом я немножко так понажимаю на эту поверхность, чтобы выдавить всю грязь оттуда. У меня осталась еще пена, поэтому я повторяю процедуру для этой сильно загрязненной поверхности. Помимо щетки можно использовать микрофибровую тряпочку. В завершении я тщательно споласкиваю водой, чтобы смыть остатки этого средства. В оригинальной инструкции предлагалось, естественно, не так тщательно все смывать, а ожидалось, что пена подсыхает, сдувается эта пена, ее остатки снимаются губкой. То есть поверхность совсем слегка смачивается. У меня такой хард способ, потому что очень глубокие загрязнения. Вот такого интенсивного мытья запотел у меня аппарат, используемый в качестве видеокамеры. Сейчас нужно дождаться, пока вода стечет с этой обивки. И можно оставить ее сушиться на ночь, и на следующий день вы увидите, когда она высохнет. Это сравните с теми кадрами, которые мы видели в начале видео, и то, что будет в конце. Я надеюсь, будет почищен. Вторую часть дивана мы будем чистить уже по инструкции, и будем наносить на него только пену. Вот в тазике мы еще набьем пеной и нанесем на вот эту вот часть диванчика. Есть аналоги этого средства других ферм в виде баллончиков, в которых находится под давлением газ, и из них выходит пена прям готовая. То есть не надо ничего руками взбивать, они проще в использовании, но дороже. Там рублей 400-500 рублей такой немецкий баллончик стоит для обивки, для чистки обивки. Ну вот это средство 200 с чем-то рублей стоит, и надеюсь так же эффективно будет. Сейчас ждем, когда сядет пена. Ну вот этого колпачка минимум на метр квадратный хватает. 40 миллилитров. В флаконе 500 миллилитров. Ждем. Может даже не придется дожидаться утра. Потому что та-то часть долго еще будет сохнуть. Здесь мы таким вот классическим способом пытались очистить. Ждем. В завершение протираем сухой тряпочкой. И якобы там еще нужно пылесос пропылесосить. Ну это в случае наверное как бы. Тряпочка естественно увлажняется. Итак, давайте посмотрим на промежуточный результат. Справа мы стирали в проточной воде. С риском того, что у нас немножко распухнет внутри ДСПшка, на которой все это держится обивка. Ну с паролоном внутри там особо ничего не будет. В центре мы ничего не стирали. А вот здесь вот просто нанесли пену и потом ее стерли. Напомню, в центре это контрольная. Значит здесь какой виден отбеливающий эффект. Некоторый. Вот здесь видно, что пятна не оттерлись. Я рекомендую все-таки взять влажную микрофибровую тряпочку и прямо в места, где вот темные такие пятна, получше почистить. Давайте я покажу. Вот. То есть если вы видите где-то конкретное вот пятно, вот оно, то вот прям берете и его конкретно чистите. То есть, несмотря на то, что поверхность будет как бы загрязненной, она будет более равномерно загрязненной. И будет такой эффект, что она стала более чистой. Вот. Ну а завтра еще посмотрим при дневном свете. Но налицо вот такой вот белесый эффект небольшой. Вот с этого ракурса он более заметный, да? Ну подождем. Он для чистоты эксперимента полного высыхания. Значит, как я это делаю? Я нахожу пятно, беру микрофибровую тряпочку, беру например отвертку и вот так вот ее на микрофибровую тряпочку надеваю. И вот так вот пятно тщательно тру. Именно вот прям вот по пятну. И даже если потом видно, что вот эта вот поверхность, вот здесь прямо это пятно осталось на микрофибровой тряпочке. Видите? Вот. Вот такой вот способ. Это уже не относится к фибервику, конечно, но такой бесплатный способ как оттереть пятна. Так, утром следующего дня мы смотрим высохший диван. Там где мы практически стирали обивку этим средством, отмылось более-менее. А там где мы просто очищали традиционным способом, конечно же пятна остались. Что случилось? Спросим нашего эксперта, нравится ли вам как оттерался диван. Прекращай. Ну прекращай. 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 Прекращу управ completed. Пр็ Assim же. Прекorro дохож 거의. Мст formula lebih не совсем. Продолжение следует...